Всем привет! Меня зовут Ира и сегодня у нас будет очень интересное видео, потому что мы обсудим инстаграм участников первого сезона топ-модель по-украински. Давно с вами не виделись, очень рада, что снова снимаю видео, так что буду признательна, если вы поставите лайк, подпишитесь и отправите это видео своим друзьям, кому это может быть интересно. В первом сезоне очень много участников, поэтому я постараюсь как можно меньше обсуждать каждого, потому что, ну иначе это видео будет идти час, если не больше, я просто не готова к такому количеству материалов. Я бы сказала, что это не только сезон, где было больше всего участников, как мне кажется, потому что, когда я вспоминаю о первом сезоне, у меня бесконечно всплывают имена, так это еще сезон, где запомнилось больше всего участников и сезон, где участники стали, пожалуй, самыми популярными в интернете, не как модели, а именно как личности, как блогеры, можно сказать. В этом сезоне, мне кажется, очень много мальчиков. Пока я собирала все инстаграмы, я заметила, что я просто добавляю, добавляю мальчиков, добавляю, добавляю, а девочек все нет, поэтому мы увидим много красивых и не очень мужчин сегодня. Первый это Заболоцкий, забыла, как зовут, Дмитрий, Дмитрий Заболоцкий. Я его помню, он, по-моему, не очень долго был в шоу, то есть я его помню очень смутно, и у него было такое фактурное лицо, красивое, но не прямо такое, которое бы подошло в моделинге, то есть как альтернативная модель может быть, но не как классическая. То есть, когда мы говорим о мужском моделинге, это все-таки больше речь про женские аксессуары, то есть в мире моды, когда мы говорим о мире моды, я имею в виду топ-модели, супер-модели, то есть все то, что мы знаем, когда думаем про моделинг. Так вот, в этом мире моды, не в том, который все пытаются сделать сейчас, пока еще в классическом варианте, мужчины это женские аксессуары, практически отдельно топ-модели, супер-модели мужчин, но вы, скорее всего, не вспомните и не знаете, потому что это просто, ну, как по мне, так такого вообще нет, чтобы был мужчина-супер-модель. Да, вы там можете посмотреть, типа, о, он делает показ Дольща Кабана, но это как бы не уровень, там, Белла ходит, и уж тем более не уровень любой супер-модели 90-х, то есть у мужчин место в моделинге очень-очень такое, знаете, второго плана, если не третьего, они совершенно не играют важные роли в рекламе и так далее. Если уж мужчина используется в рекламе, то это должен быть самый смазливый, самый просто невероятно скуластый, квадратной челюстью и так далее мужчина, то есть кого-то другого прямо вот в хай-фэшн, в рекламах, где скорее больше используются мужчины, мы не встретим. Если вы знаете примеры, которые могут опровергнуть мои слова, welcome в комментарии, жду ваши аргументы. Так вот, господи, вернемся к Заболоцкому. Ну, из того, что я вижу, просто обычный блок, очень много кальянчика, ничего такого модельного, я ни одной съемки даже не вижу, ну, может быть, он и не модель, что тут написано. Не позволяя трем вещам контролировать тобой. Контролировать тобой, ладно. Людям, деньгам, твоему прошлому. Мудрым. Мне он, знаете, напоминает Егора из-за предыдущего сезона, вот по вайбу такому. И плюс татуха на шее, конечно, смелое решение, в сезоне у него ее не было. Но я напоминаю, что прошло два года вроде, да, то есть уже два с половиной, как бы у людей много чего изменилось в жизни. Глядит хорошо, классно, мне нравится прическа, гораздо лучше, чем было в сезоне, когда был такой вот здесь хвостик, и я такое вообще не очень люблю на мужчинах. Имеет место быть просто не в моем вкусе. А так выглядит классно, ну, там, занимается чем-то другим жизнью. Можно только порадоваться. Оставлю сам Вэлла напоследок. Все-таки победитель шоу должен быть вишенкой на торте. Так что давайте Харламов Дима. Ого, я говорю про эту татуировку, боже мой. Я вообще, знаете, к татуировкам на лицах отношусь нейтрально, ну, то есть, опять же, имеет место быть, если человек, как бы, знает, зачем он это делает, если он уверен в своем решении. Если это не по пьяни, не по приколу, не по спору, то это, в принципе, адекватно хотя бы. Но надо понимать, что такие решения несут определенный риск и, ну, влияют, как бы, на восприятие тебя людьми. Но ему идет, он прямо, знаете, такой вайп Топоринского. Я буду много, мне кажется, вспоминать, ребята, с второго сезона. Но, опять же, татуированность, да, напоминает об этом. Но, блин, он такой классный. Так, окей, что я туполеклась на эту татуировку. Я вижу, что какие-то модельные работы есть. Ну, то есть, вроде как, или нет, да, сфотканным вроде не для себя просто. Хотя, не могу сказать. О, боже, борода. Не могу сказать ничего по моделингу. Я просто не вижу здесь особого моделинга. Мне кажется, что Дима, ну, как бы, блогер. А, а, все, я вижу. Владелец бара. Тату-артист-модель. Музыкант-фотограф. Ну, в общем, понятно. У него не прям моделинг на первом месте, там, поиск себя в модельном мире и так далее. Или занимается другими вещами, и это очень здорово. Открыл свой бар, знаете ли, свой бизнес. Это вещь такая. Поэтому можно только порадоваться за Диму, что он так пробует, что он так ищет. Чем бы ему нравилось заниматься. Выглядит невероятно круто, впечатляюще. Так что рады за него, если у него все хорошо. Ладно, мальчики меня уже утомили. Ну, давайте посмотрим на Иру Мойсак. Или Мойсак, господи, простите. Знаете, как правильное ударение? Пишите в комментариях. Я вечно не уверена в этом. Так, ну, что я вижу? На первый взгляд прямо что-то модельное есть. И такое частенькое. Ну, это просто свои фотки. Это просто свои фотки. Это просто тоже фотки. Ну, то есть я не вижу, чтобы это прямо была модельная съемка. Но вот это может быть и то. Может быть, она для себя просто фоткала. Свою идею какую-то воплощала. Не знаю. Возможно, Ира работает. Что у нее в профиле написано? Ничего такого. Возможно, она работает моделью. Но, знаете, как Трояна из прошлого и со второго сезона публикует не модельные какие-то работы, а просто свою жизнь. И почему бы и нет? Так что... Но Ира красивая. Мне она очень нравилась в сезоне. Именно по внешности. Я очень-очень сильно люблю рыжий цвет волос на девушках. Это безумно красиво всегда. И поэтому мне на нее было смотреть одно удовольствие в сезоне. Я прямо наслаждалась. Блог для себя с своими фотками. Чисто так воспоминания. Хорошо, если она работает. И как бы... Можно за нее порадоваться. Мне кажется, да, что вот как у Трояна. Ну вот, например, это вроде съемка. Да, вот. А, ну это в восемнадцатом году. Ну как бы... Считается же съемка? Считается. Так что будем считать. То есть, мы это не очень часто ведем. Я не очень много листала и пришла в восемнадцатый год. Влад Дунаев. Если не ошибаюсь, он глухонемой. Ну, я что-то запуталась. Глухой или глухонемой. Вроде глухонемой. Мне он не прямо нравится фактурно как модель. Хотя он подходит. Но вот что-то в его лице как будто не дотягивает. До вот этой вот классической смазливой мордашки мальчика в моделях. Но, по-моему, он не так уж и плохо работал. И вроде как в сезоне у него были именно какие-то конфликты с другими ребятами. Они не могли найти общий язык. И все такое. Поэтому ничего не могу сказать по этому поводу. Фоточки не очень свежие. Третье ноября. Но сториз есть так, что очевидно, блог как-то ведется. Съемки какие-то есть. Пожалуйста. Мне кажется, он мог бы быть хорошим актером. Вот актер, его внешность отлично подходит для актерского чего-то. Пожалуйста. Ukrainian Fashion Week в этом году, в 19-м, то есть недавно. Да, может быть, знаете, не актер. Если оставаться в моделинге, то подиумная модель ему очень-очень пойдет. Ну, какие-то съемки есть. Опять 18-й. Ладно. Ну, фотка красивая, да, как бы. Мне нравится, что придумали с макияжем на лице. Но опять же, это старые фотки. Очень старые. То есть я вообще листала буквально секунду. Я уже там. Короче, вы меня поняли. Он работает моделью сейчас. У него это написано в профиле. И я рада, что он остался в моделинге, что его зовут гулять по позиуму, что его снимают в съемках. Это очень круто в контексте возможностей для людей с ограниченными возможностями. Извините за тавтологию. Данил Золотов или Лемур. Классный чел. Мне он очень нравился в сезоне. Ну, последняя фотка 15 октября... 15 октября 2019 года. Из Торис нет. То есть я не знаю, он ведет блог на постоянной основе или нет. Ну, пожалуйста. 19-й год ходил по подиуму. Круто. Что там было написано? Окей. Ну, я вижу, что он работает моделью, как бы. Пожалуйста. Съемочки, съемочки. Подиум. Круто. Вот Лемур и проводница просто на одном поле парня. Вы заметили, как много похожих типажей между первым и вторым сезоном. Ну, то есть пока что я, по-моему, каждому вспомнила кого-то из второго сезона. То есть не очень хорошая тенденция. К Данилу мне нравится его профиль. Мне нравится, как он его ведет. Ну, это такой лайфстайл. При этом видно, что модель что-то проскакивает. Как бы не просто так, чисто свой блогик. Это круто. Надеюсь, что он ведет как-то свой блог. То есть, может быть, просто сейчас нет сторис. Рада, если ему все круто. Потому что вот у него очень хороший типаж для моделинга. Да, это не смазливая, супер миленькая мордашечка скуластая и так далее. Но вот такая какая-то хрупкость в мужчинах, мне кажется, тоже очень ценится в моделинге. И плюс отличное разнообразие для именно мужской сферы. Окей. Давайте посмотрим на Ревана. Мне Реван очень не нравился. Во-первых, я не вижу в нем ничего модельного. Даже как альтернативная модель. Ну, как-то вообще он мне не зашел в сезоне своем. Не очень мне нравился по поведению. Он был какой-то агрессивненький. И модель из него тоже была спорная. Так что не знаю, не знаю. О, Paris France. Ничего себе круто. Но я вижу, что несмотря на мое отношение к нему, он модель. Что тут скажешь? Это круто. Бэкстейдж, нового выпуска, разбешака. Не знаю, что такое. Но предположу, что если выпуск, то какое-то шоу. Имеет смысл. Ладно. Ну, это вот опять какая-то разбешака. Я не знаю, что это такое. Если вы знаете, пишите в комментарии. Это сериал, шоу. Я первый раз слышу такое словечко. Ну, я вижу съемки. Съемки, съемки, съемки. Пожалуйста, подиум, зовут. Людям нравится. Я всегда рада за востребованность моделей. Всегда. Может быть, Риман не нравится мне, но как бы его востребованность говорит о том, что неважно, кому он нравится или нет. Главное, что его хотят снимать и хотят брать его на работу. Вот и все. А так он в отличной форме, судя по всему. И он всегда сохраняет вот это вот свое лицо фирменное. Ну, в общем-то, если оно дает ему работу, почему бы и нет. Хороший профиль. Мне очень понравилось. Я бы даже сказала, что этот профиль, знаете, как-то изменил мое отношение к Риману. И, возможно, я зациклилась на его образе из шоу. А он совершенно другой человек в жизни. Следующий человечек. Ну, давайте будет Ава. Так. Она в K-Models. И в очень многое о другом. И в разных других агентствах. Вот мне кажется, Ава очень красивая модель. У нее прямо такое лицо. Оно запоминается. Оно интересное. На него хочется смотреть. И поэтому она мне очень нравилась в сезоне своем. Именно как модель. То есть по поведению там, да, она была немножко странная. Но она как бы никому никакого вреда не причиняла и так далее. И когда она уходила, я помню, это вообще был душераздирающий как-то. Я уже вижу работы. И они уже очень и очень красивые. Нет, Ава как модель нереально классная. Вот прямо на нее смотреть. О, боже. Чистое наслаждение. Ну, как вы посмотрите. Класс. Вот эта съемка прямо очень здорово. Я смотрю, она работает в Китае. Интересно, кстати. Потому что мне казалось, что ее типаж более европейский, чем китайский. Ну, то есть разве в Китае не есть больше бэби-фейсы, как Наташа из-за последнего сезона, например. Потому что мне кажется, лицо Авы совсем не китайский какой-то вот настрой. Ну, я прекрасно бы могла ее представлять в Европе. Ну, как бы. Ну, ребята. Мне уже хочется поставить все фотки с Авой на заставку этого видео. Потому что она очень красива. Вау. Надеюсь, у нее еще все получится. Потому что мы сейчас посмотрим позже Машу Шевченко, у которой офигенные результаты в ее карьере. Я пророчу Аве то же самое. Потому что, ну, мне кажется, что она достойна этого. Да, давайте сразу посмотрим на Машу Шевченко. Если вы читаете мое сообщество здесь на Ютубе, то я вам показывала фотографию Маши Шевченко с показа Жан-Поль Готье последнего на этой неделю моды. Где она принимала участие. И, кажется, у нее даже было два образа. Так что, Жан-Поль Готье, ребята, вот это уровень. Здесь, по-моему, у нее в профиле, кстати, были фотографии. Мне что нравится, так это то, что у нее в профиле не написано про топ-модель по-украински. Как будто, знаете, never heard of it. Ну, то есть, я модель, вот моя модельная агентство. И, как бы, ничего не знаю. Жан-Поль Готье. Все круто, ребята. Да. Нет, ну, Маша, я была в восторге от того, что она, ну, как бы, ну, это очень крутой уровень. Я понимаю, что тут не все зависит от модели. То есть, модель не может просто существовать красиво, и ее берет в свое шоу Жан-Поль Готье. Нет. То есть, тут, как бы, работает агентство, работает агент. Он показывает везде, пропихивает модель, скидывает там всем фотографии и так далее. И заставляет, помогает дизайнерам и тем, кто на стороне дизайнера, подбирать моделей из своего агентства. Особенно это видно на примере Кафельниковой, которую ее агент просто уже отправил на все главные показы в одной линии с Джи Хадид. Это очень круто, и я так понимаю, что Маша нашла агента, который также заинтересован в ее развитии, как и агент, заинтересованный в Кафельниковой. Так вот, поэтому я, как бы, даже могу показать вам здесь все фотографии Маши. Они все будут модельные, потому что, очевидно, сейчас она на пике. Я бы сказала, не прямо на пике. То есть, определенно есть, куда идти выше. Но сейчас она гораздо выше в своей карьере, чем была на шоу и после него, там, первое время. То есть, вот, пожалуйста, она идет в Жан-Поль Готье. Но у меня другая фотка в сообществе на ютубе, так что переходите, посмотрите второй ее образ. Ну, вот это очень круто. Я ее вообще не узнала там. Ну, то есть, я смотрела, я посмотрела весь показ Жан-Поль Готье, сколько раз я уже сказала его имя. Я ее вообще не узнала. Ну, то есть, татуировки, изменение прически, цвета волос. И для меня это новый человек, я вообще не признала. И от этого еще круче понимать, что это Маша Шевченко из первого села на топ-монели по-украински. Ничего себе! И вот еще Армани, пожалуйста. Ну, как вы знаете, сегодня Армани, завтра Жан-Поль Готье. А при этом, модель по-украински, пофиг на вас. Блин, ну, это прямо класс. Давайте просто посмотрим. А, это опять Жан-Поль Готье. А, ну, это часть платья. Точнее, это оно и есть. Которое второе. Опять же, татуировки на лице. Но, это не мешает тебе ходить по подиуму Армани. Мне кажется, это очень круто. Раньше татуировки на моделях воспринимались как О, боже, у нее татуировка. Она никогда не будет моделью. Ты никогда не найдешь работу. Тебе не будешь востребована и так далее. И сейчас, как бы, это уже прошлый век. Сейчас ты можешь хоть все лицо себе черным сделать. Вспомнить зомби-боя. Мне кажется, это очень круто. Ну, как бы, когда уже не важно, сколько татуировок у тебя, где они и что, Ты все равно востребован как модель. Здорово. Развитие какое-то есть этой индустрии, Которая раньше не принимала даже маленького сердечка. Там где-то на лодыжке не видно ничего. Но все равно, как бы, уже ты не очень-то и нужна. А так, ну, прям класс. И посмотрите, какие красивые съемки у нее. Я рада. Я рада за Машу, потому что в своем сезоне она была, ну, не очень, мягко говоря, Не как модель, а скорее по поведению. Она очень много как-то ныла, очень много жаловалась. И как бы она повредила ногу в каком-то идиотском, если я не ошибаюсь, абсолютном испытании. И выбыла только поэтому, потому что под конец, ну, перед тем, как она ушла, Ее работы становились все лучше и лучше. И она была очень даже вдохновляющей, очень многообещающей. И она исполнила все, мне кажется, просто. И все свои мечты. И я за нее очень искренне рада. То есть она похудела, изменила цвет волос, прическу, набила татуировки, И где она теперь в Париже на неделю моды, как бы. Ну, знаете, это очень круто. И, по-моему, мне кажется, сейчас это, наверное, самое успешное из участников топ-моделей по-украински. То есть мне на память не приходит больше ни одного такого случая, Чтобы участник ходил по подиуму такого уровня. Если вы что-нибудь помните, вы знаете, куда написать об этом в комментариях. Ладно, идем дальше. Миша Кухарчук. Мне он очень нравится внешне. Ну, то есть, когда он был в своем сезоне, я просто обожала все его съемки, Потому что у него получалось все и очень легко. И это было очень классно. Если я не ошибаюсь, после своего сезона он встречался с Дашей Мыстренко. По крайней мере, я помню, у них были какие-то совместные фотосессии, и не только. Ну, то есть, такие больше для себя, там, в Love Story. Может быть, я ошибаюсь, но почему-то мне кажется, что нет. Так вот. Я могу просто с наслаждением смотреть на его фотографии, Потому что, мне кажется, как модель, он выглядит просто роскошно. И как бы вау. Мне уже нравится. То, чтобы меня было сложно удивить мужским моделингом, но... Ну, это же красиво. И интересно. Класс. Вот блондином, кстати, я его как-то не очень воспринимаю. Мне кажется, что темненьким ему быть получше. Окей. Окей. Ну, это мое мнение, как бы. Очевидно, оно не особо здесь что-то значит. На фотке классные. Я хочу такие джинсы теперь. Мне кажется, что он, наверное, может быть модель, но, типа, опять же, не постит какие-то свои модельные особые работы. Ну, либо он блогер. Я помню, что после сезона он активно работал. Что сейчас, честно, не знаю. Ну, блин, то есть, как бы, смотрите, что-то и было, когда это было. В девятнадцатом году. То есть, относительно свежее. Ух ты! Ух ты! Не, мне нравится. Класс, класс. Неожиданно. Сейчас, может быть, я... А, это другая девушка, да? Да, не знаю, какая. Сейчас, может быть, я найду с Дашей? Я же не сошла с ума. Или сошла? Это свинарчук. Да. Ну, вот он где-то снимался, то есть... Ну, это уже я далеко отлистала. Это уже прям что-то старенькое. Нет, смотрите, нет ничего. Может быть, я действительно сошла с ума? Ну, ладно. В общем, у Миши очень красивый профиль. Можно, неважно, работает он моделью или нет. На него просто с удовольствием можно посмотреть. Так, кто у нас еще остался, Сергей Стоун? Я там вот так все знаю. Сейчас посмотрим попозже. Давайте Светослав Бойко. Мотивация... Показать перевод очень сложно. Мотивация в путешествии честность и искренность. Подкупает начало. Так. Ну, я вижу, он, наверное, как блогер, типа, тревел-блогер. Потому что фотки такие прямо как у всяких типичных тревел-блогеров. Это круто. Ну, как бы... Он не обязан, действительно, быть моделью и все такое. Но... Я вижу, что фотки очень красивые. Вау! Очень красивые. И девушка у него тоже красивая. Ничего себе! Я вот что заметила, что практически все парни в топ-модели по-украински с офигенными фигурами. Круто! Ну да, прям, знаете, такой блок-бложек. Ну, фотки очень классные. Ну, как бы... Очень красивые просто. Можно даже вот так просто смотреть. Ой, классная фотка. Обожаю вот эти фотографии, когда падают в бассейн. Прям класс. Не знаю, кстати, работает ли он моделью. Красивенько. Окей! Нормально, нормально. Классно. Мне все нравится. И я так понимаю, да, что, видимо, у блогер есть там какие-то посты под этими всеми фотками. Да. Ну, такие не очень больше. В общем, не знаю. Но я вижу по количеству хайлайтов с названиями, что действительно он больше как тревел-блогер. Ну что ж, можно только порадоваться за него, потому что фотки просто невероятно крутые. Мне очень нравится. И за Святослава можно только действительно искренне порадоваться, потому что, очевидно, человек живет той жизнью, которую очень хотел и хочет. И это очень круто. Ой, у меня прямо, знаете, теперь такое настроение приподнятое. Даже не знаю, чем его опустить. Ладно, давайте на Макса Сосновского посмотрим. Он снимается в Киев днем и ночью. Если не ошибаюсь, это шоу на новом канале. То есть взяли на телек. Класс. Я вижу, что фоточки красивые. Очень даже. Но мне, Максим, не очень нравился в своем сезоне. Конкретно из-за истории про то, что он физрук. А потом оказалось, что он из какой-то богатой семьи. И он какой-то танцор. И я подумала тогда, что за тупость. Ну, то есть вы, типа, хотите сказать, что вы не знали, кого вы взяли в шоу и не могли проверить его историю в открытом доступе? Чего? Ну, то есть, очевидно, это был такой очень какой-то тухлый сценарный ход, который мне вообще не зашел. И поэтому у меня испортилось отношение именно к Максиму как к участнику. Хотя он, очевидно, скорее всего, не виноват в этом. В том, какой образ ему построили продюсеры. Но мне как-то вообще это не понравилось. Поэтому как-то отношение к нему было у меня прохладное, скажем так. Вот. Ну да, я вижу тут шоу. Это Феофанова. А, господи, это же... Это же из шоу. Ну, я помню, что он был очень смешной. Вот они с Сергеем Стоуном просто разрывали весь сезон по юмору. И хотя бы весело было. Отличная фотография, Максим. Не припоминаю, чтобы Ким Кардашьян ездил в плацкарте. Но если бы она это делала, то выглядело бы именно так. В общем, у Максима особо ничего не скажешь. Про то, что он, очевидно, ведет просто блог. Там прикол и все такое. Особо ничего модельного я тут не вижу. Но, как бы, не обязан и так далее. Поэтому тиктоки. Тиктоки уважаем. Мне кажется, с его юмором реально либо блогер, либо телевизор. Потому что, ну, какие-то приколы он должен выдавать. Потому что это его стезя. Ну, и раз такая пляска, давайте уж Сергею Стоуну сразу за Максом. Амбассадор Шварцкопф и Гатуби. Ничего себе. Кимодалс, окей. Китайское агентство какое-то есть. И блогер, в конце концов, лайфстайл. Ну, что он сказать про Сергея Стоуна? Во-первых, добрый вечер, здравствуйте. Во-вторых, мне он тоже как-то не очень нравился по поведению в сезоне. Отношения с девочкой, с Гладченко были какие-то странные. Как будто высосаны из пальца, знаете. Ну, вообще... А, кстати, да, у Максима же было с Лизой какие-то отношения. Ну, то есть, вот, да, сезон отношений. Это с этим, эти встречаются там. Всё как-то непонятно, странно было. И мне очень не нравилось. Плюс, мне кажется, у них с Гладченко были какие-то постоянно споры, скандалы. Это осталось ощущение, как будто бы Серёжа какой-то абьюзер в отношении Гладченко тогда. И поэтому мне не нравилось на него смотреть. При этом, как модель, он очень фактурный, очень красивый. У него классные были работы. И, в первую очередь, он очень смешной. Опять же, надеюсь, что на шоу был образ. И на самом деле он никакой не абьюзер. Он встречается сейчас с Сашей Чистовой. Судя по фотографиям, всё ещё у них всё классно. Саша Чистова, я так понимаю, тоже блогер-модель. Честно, не особо знаю её историю. Вроде модель, но вроде больше блогер. В общем, это вот разряд девочек с догадок, которые, я не знаю, почему стали популярными. И секрет никто мне никак не может раскрыть. В общем, всё у него классно. Это я могу сказать и так, не глядя в его профиль. Но мы сейчас тоже посмотрим. Всё-таки блогер, потом модель написано. Но у них очень много, да, фоток с Сашей Чистовой. И сразу видно любовь. У них такое видео ещё было красивое. Из разных кадров друг с другом. Я прямо вдохновилась. Ну что, он определённо красивый парень. Красивая модель. И он, кстати, как раз очень подходит на роль классической модели. С смазливой мордочкой, с кулами, квадратной челюстью и так далее. Если бы он хотел, мне кажется, он мог бы преуспеть в этом. Так, фотки очень классные, да, больше с Сашей. Это Алла. Пожалуйста. Фоточка с Аллой. Здорово, здорово. Ну, я и помню, что после сезона он, по-моему, сразу стал блогером. Набрал очень много подписчиков. И как бы всё классненько. Кока-кола, он его брала. Так что неплохо, неплохой уровень сотрудничества с брендами. Всё хорошо. Так, мы тут всех смотрели. Самвел оставим напоследок. Ну вот, давайте гладчинка, раз уж мы открыли. Перед этим Стоуном. Участница проекта. Ну, конечно. Это ребёнок. Что? Я всегда удивляюсь, когда вижу у людей детей. Всё время думаю. Ну, не у любых людей, а именно у каких-то людей из шоу. Кроме беременных в 16, конечно. Или каких-нибудь людей из телека. Я всегда такая... Что? Подождите, ей же вообще в шоу, по-моему, было 16, нет? Или 17. Я помню, что она была несовершеннолетней в шоу. Вот так вот у неё ребёнок. Нет, ну это круто. Немножко смешно, что у ребёнка везде смайлики на лице. Ну, прям везде. То есть, везде. Везде! Прикиньте, родить маленького ребёнка, а у него вместо лица эмот-зельба. Вау! Ну, так это очень мило, конечно, очень трогательно. Такие маленькие ручки ребёнка. Окей, наверное. Смотрите, раньше у неё был козлёночек, а теперь у неё ребёночек. Блин, ну это очень странно. Ну ладно. Она как мать может делать, что хочет. Просто это забавно выглядит в Инстаграме. Блин, ну меня это что-то прям впечатлило, что у неё есть ребёнок. И вот это, да. И сколько у неё фотосессий беременной. Ну, прям тут несколько штук точно было. Ничего себе. Это друг. А типа... Угу. Коленки в кадр. Ну, как-то вот... Настя была средненькой моделью в шоу. Несмотря на красивое лицо, оно у неё... Ну, как-то, не знаю, то ли слишком красивое для модеринга. Какое-то... Оно не очень примечательное, чтобы её хорошо запомнить, если честно. Может быть, ей нужен какой-то дикий образ, чтобы добиться каких-то там супер вершин. Может быть, пара татуировок на лице. Но, в принципе, это уже не важно, потому что если у неё появился маленький ребёнок, то, мне кажется, модеринга станет меньше, как минимум, на какое-то время. Она может подружиться с Мальвиной, они обсудят важность материнства для модели. В конце концов, это главная тема третьего сезона. Они могли бы в четвёртый сезон в супер-топ-модели по-украински набрать всех беременных или уже родивших девочек из предыдущих сезонов. Знаете, мне кажется, это был бы крутой сезон, по мнению продюсеров ТВПУ. Ну, ладно. Я рада за Настю. А, вот ей 20 лет. Получается, на шоу ей было, по-моему, 17. Если я не ошибаюсь, ей было, значит, 17. Классно. В общем, я вижу, что что-то там у неё были модельные съёмочки. Вон, как-то она так работает, всё классно. Но ребёнок как бы требует очень большого внимания, поэтому... Ну, я одновременно рада за неё, одновременно я в растерянности. Давайте просто порадуемся за Настю. Главное, чтобы у неё всё было хорошо, чтобы у ребёнка всё было хорошо. И однажды, надеюсь, она опубликует фотки без стикеров на лице. Почему бы и нет? Никто не будет сглаживать. Вы поняли ребёнка? Ну, мы с вами точно не будем. Таким не занимаемся. Так, всех видели, видели, видели. Леночка Феофанова. Моя ты зайка. Не, ну Лена в своём сезоне это просто. Это был лучший персонаж. Причём я понимаю, что это не персонаж, но реально такой человек. Это, мне кажется, суперкруто и очень необычно. Короче, Лена была просто в восторг, в восторг. Фотографиня. Уважаем, уважаем. Ну, фоточки, да, какие-то. А, 11 января нормально. Ладно. Лена, это твой ребёнок? У тебя тоже есть ребёнок? Нет, это племянник. Слава богу. Я опять уже совсем бы уже потеряла контроль. Не, ну Лена очень красивая. Очень фактурная. У неё были отличные фотки в шоу. И она просто очень-очень классная. Всё, что я могу сказать. Очень интересная. Очень красивая. Очень любящая откровенность. Я вижу, вот, съёмки, съёмки, съёмки. Ну, такие, мне кажется, это больше для себя съёмки, чем для чего-то. Но... Если они такие классные, то почему бы и нет? Ну, вот это, очевидно, для чего-то, для бренда. Класс. Ну... Ну, красиво же. Вот это вообще очень красивая фотография. По подиуму ходит. Это, наверное, старый, да, 18-й год. А я уже прям далеко ушла. Нет, давайте последнее посмотрим. Ну, вот это мне нравится. Ну, вот это. Вот знаете, даже когда Лена фоткается в белье или фоткается в каких-то таких очень откровенных позах, это всё равно не выглядит пошло. Это выглядит как-то эстетично красиво. Как будто бы я понимаю, что она задумала. И это никогда не про пошлость. У Лены это всегда про эстетику, про какое-то восхищение телом. И ты это чувствуешь. Это, мне кажется, очень круто. В общем, вижу, что у неё всё классненько. Ну, я надеюсь на это. Так что, я знаю, что она точно не будет участвовать в новом сезоне, потому что, кто смотрит по-украински, дал ей очень много неприятных каких-то эмоций, впечатлений. У неё есть видео с Егором Андлюшиным на его канале. Так что, если вам будет интересно, вы можете зайти к Егору и посмотреть это видео. Давайте посмотрим на Лизу Даранько. Кажется, правильное ударение поставила. Лиза точно блогер. Снималась в холостяке украинском, если я не ошибаюсь. Ну, то есть, как-то вот там ходит на проектики, снимается с другими чумочками из-за других сезонов, рекламирует там бьюти-продукты и всё такое. Но я уверена, она очень хочет в новый сезон. И я, наверное, даже была бы рада её в нём увидеть. Хотя, ну, она была очень смешная, но модель скорее нет. Я бы сказала так. Хотя, ну, не знаю, мне просто, мне кажется, исходя из своей насмотренности разных кампейнов, аудиториалов и прочего, она не вписалась бы просто немножко в такое. Чисто по внешности. Но зависит, опять же, от задумки фотографа, от задумки бренда. Кому-то, может быть, подойдёт. Не знаю, кому. Ну, коленочка в кадр. Лиза не лучшая идея. Зачем? Ну, так, блогерская страница. Но выглядит она красиво. Это что? Восстановление волос. Окей. Красивая, красивая. Вот тут вообще классненько. Губы подкачаны какие. Ксюша Хоффман. Я знаю, что Анис Хоффман вроде как подружки. Ксюша поддерживала её. Поддерживает на своей странице. Лиза предлагает за неё голосовать в новый сезон. Так что, не знаю, как они познакомились. Но меня всегда, когда я вижу, что подружились блогеры, которых я знаю, из старой школы и участники, то, по-три по-украински, у меня взрывается просто мозг. Типа, вы знаете друг друга, но ты же из шоу, а ты блогер с Ютуба. Вау! Для меня это всегда какой-то шок. Но, очевидно, если Лиза блогер, то она на каких-то мероприятиях знакомит с другими блогерами, в общем. Это просто у меня какой-то сдвиг на это. Всегда удивляюсь. А так, конечно... Ну, я рада за Лиза. Если... Мне кажется, она такой персонаж, точнее, такой человек, которому нужно внимание людей, нужно, чтобы она всем нравилась. Она от этого, скорее всего, кайфует. Ну, чисто, мне так кажется. Поэтому ей очень подходит быть блогером больше, чем моделью. И, опять же, основатель Элевдор Бьюти, то есть... Какие-то тут штуки. Что это такое? А что это? Из Индии с любовью? Если честно, даже непонятно, что это. Ладно, не буду вникать. Я подумала, это салон красоты по названию, но это какие-то непонятные вещи. И как бы не будем делать этому рекламу, потому что непонятно, что это. Ну, окей. Ясненько. Так, у нас остались Вика и, собственно, Самвел. Так что давайте сначала Вику. Ну, Вика модель. Там, по-моему, даже без вариантов. Она хотела быть моделью. Она очень много сделала для этого в шоу. Она, если не ошибаюсь, много работала в Китае. Тоже есть видео, которое мне регулярно рекомендуется на Ютубе с интервью с ней, с заработками в Китае. И я даже удивилась, если честно, что ее берут в Китае. Опять же, как по мне, какой-то не их типаж. Они же любят такие прям детские лица. А Вика, она более... Как по мне, опять же, европейская. Ну, не знаю. Это мои сугубо субъективные мнения. Давайте посмотрим, что есть у Вики. Она красивая. Она красивая. И она умеет работать, умеет себя показывать. Это очень классно. Ой, она Овин. Мне все ясно. Вот знаете, казалось бы, астрология такая чушь, но потом ты вспоминаешь Вику в сезоне, видишь, что она Овина такой. Ага. Теперь это объясняет не все. Так. Давайте еще поглубже. Поглубже посмотрим. Ну, красиво. Нет, Вика. Мне очень нравились ее фотки в сезоне. Мне очень нравится, как она выглядит в кадре. Она для меня прям как Юля Дыха. Знаете, такие девочки, моделечки очень идеально подходят под любую съемку. Везде будут выглядеть классно и красиво. Поэтому, ну, ребят, ну, такое красивое лицо. Такая красивая вытянутая шея. Да. Мне нравится, что она не оставила прическу, которую ей делали в шоу, отрастила волосы, как-то иначе сделала. Класс, класс. Я хотела, чтобы выиграла Вика в этом сезоне, в первом. Мне казалось, что вот это прям ее. Она классно работала, она красиво выглядела. Она очень много отдавала себя, но выиграл, мы сами знаем, кто. Сам Вэл. Единственный, у кого есть галочка в Инстаграме из тех, кого мы видели за последние три сезона. Реклама в Директ, Букинг, новый клип. О, боже, он поет. Ха-ха. Окей. Винер оф Юкрейн. Юкрейн? А даже там не Юкрейнен. Мне не нравился Сам Вэл. Не то чтобы внешне, а мне не нравилось, опять же, его поведение в шоу. Он был какой-то... Ну, я не знаю, что тут сказать. Просто какой-то мне не очень нравящийся парень. Одни видео, тут даже фоток никаких нет. Видимо, это все какие-то прикольные там видосики. Бог его знает. Если он запел, то вообще у меня слов нет. Мне кажется... Кстати, сейчас я вспоминаю, что мне кажется, я даже слышала какой-то трек. Наверное. И мне не понравилось, потому что... Ну, типа, чё. Ладно. Как бы он победил. Очевидно, ему эта победа не очень-то была нужна, потому что занимается он не модлингом, а приколами, блогингом и пением. Ну, я все-таки надеюсь, что Вику возьмут в новый сезон и что она заберет свою победу. Мне кажется, она все-таки достойна этого. Да, наверное, она ей не нужна, в общем-то, сейчас, но тем не менее. Не знаю, что тут скажешь с Сам Вэлом. Не то чтобы он не заслужил свою победу. Он был хорош. Он хорошо выглядел в кадре. Он мог придумать, как поставить сцену и так далее. Ну, что-то отталкивало в нем. Во-первых, я смотрела сезон два года назад. Очевидно, я не помню всяких деталей. Я не пересматривала сезон с тех пор. Но как-то не лежит душа у меня к нему. Я вижу его, и я не думаю, да, это крутой победитель. Топ-модель по-украински, офигенная модель. Ну, нет, наверное, нет. Все-таки осилили посмотреть всех моделей. Я знаю, что я пропустила одного или двух человек. Каких-то ребят, которые ушли в самом начале. Я, во-первых, не смогла найти их инстаграмы. И, в общем-то, какая разница, если их особо даже никто не помнит. Пишите в комментарии, на кого вы подписаны из этого сезона, за кем вы следите, и кого из них, из девочек конкретно, ждете в новом сезоне. Голосование еще идет. Начался второй этап. Ссылка, как всегда, в описании. Там можно голосовать раз в час, но, знаете, там как бы есть вопросы к происходящему по голосам, потому что не все как-то выглядит честно. Но об этом мы поговорим, когда уже начнется новый сезон, вспомним все эти проколы с голосованием. Пока это не важно, хотите оставлять свои голоса. Я из этого сезона хотела бы видеть, наверное, Вику и Лизу. Остальных как-то не очень. Леночку я бы очень ждала, но как бы она сама не собирается участвовать. Ну и хорошо, потому что если ее обидели, зачем ей возвращаться? Всем вам большое спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если понравилось это видео. Подписывайтесь на канал. Бейте в этот черт в колокол, как завещал похититель ароматов, чей канал был безвозвратно удален. Но у него есть второй. Так что я надеюсь, возвращение Шуры Стоун произойдет однажды. Уже совсем скоро начнется новый сезон пацанок, который мы ждали два года. Я обязательно буду стараться делать обзоры по серийной, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить. Выход этого сезона очень сильно все ждем. Напоминаю, что лучше, что вы можете сделать, чтобы поддержать мой канал, то отправить это видео своим друзьям и подписаться. Третий раз уже говорю, не знаю зачем. Надеюсь, что вы это уже сделали. До скорой встречи в следующем видео. Пока!